Рядом с Голицынским дворцом находится усадьба Лопухиных. Когда-то она тоже была частью огромного временного дворца императрицы Екатерины. Усадьбы соединялись деревянным переходом. Дом носит название Лопухинский, потому что первые владельцы Лопухины поставили на этом месте палаты. Но от них остались огромные сводчатые залы на первом этаже. А затем усадьба меняла владельцев. Здесь был и полотняный завод, и ВЧК, и коммуналки в советское время. Но прекрасный фронтон Каринского ордера построен в начале 19 века при графине Протасовой. Поэтому реставраторы восстановили во фронтоне герб рода Протасовых. Сегодня в усадьбе Лопухиных музей имени Николая Рериха. Здесь хранятся картины Николая и Святослава Рерихов, личные вещи семьи. А перед фасадом поставили памятник, очень справедливый. Ведь часто жены работают вместе с мужьями, помогают в жизни и творчестве. А памятники ставят только мужчинам. Здесь равноправие. Это запах Индии. Розы привезены из долины Кул, из имения Рерихов. Их когда-то выращивала Елена Ивановна. Я специально посмотрел фотографии. Рерих не носил именно такой бороды. Но ведь он 25 лет прожил в Индии. И скульпторы Манцеров и Кузнецов решили усилить образ восточного мудреца такой эффектной большой бородой. Вот так выглядел Николай Рерих в последние годы жизни. Казалось бы, от временного Причистинского дворца императрицы Екатерины ничего не сохранилось. Деревянные сооружения разобраны, каменные многократно перестроены. Однако вот эту лестницу проектировал для того самого легендарного дворца архитектор Матвей Казаков. Посмотрите, реставраторы любовно восстановили балясины сложной формы. Мы с вами прикоснулись к уникальной лестнице. Давайте прикоснемся к коллекции этого музея. На пристани мы обнялись и простились. В волнах золоченых скрылась ладья. На острове мы – наш старый дом. Ключ от храма у нас – наша пещера. Наши скалы и сосны и чайки, наши мхи, наши звезды над нами. У Николая Рериха, художника, мыслителя, поэта, каждый возьмет что-то свое. Например, мои друзья-психологи считали, что начинать знакомство маленького ребенка с живописью надо с картины именно Рериха. Они яркие, понятные, эмоциональные и светлые. Вот это зал, посвященный Петербургу, городу, в котором Рерих учился. В этом зале много подлинных работ, ученических работ мастера. А этот зал посвящен русской истории. Посмотрите, какие интересные кресла. Они сделаны в Талашкинской мастерской современными мастерами, но по эскизам Рериха. Рерих много работал в Талашкине. Вообще музей необыкновенно живой. Он постоянно обновляется. Понятно, что здесь есть работы семьи Рерихов, их личные вещи. Но также появляются современные экспонаты, сделанные или по эскизам Николая Рериха, или навеянные его работами. Как вот эта композиция, здесь соединены три картины мастера. Но, конечно, главная жемчужина экспозиции – это подлинные работы Рериха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова